Моя в 10, выдавите, пожалуйста, эвакуатор на улицу Привесинску, там 4. Принято. И таких звонков сутки диспетчерский центр по эвакуации транспорта принимает больше сотни. В летний сезон, когда на курорт на личных автомобилях приезжали десятки тысяч туристов, количество обращений доходило до 150. Заявка инспектора ДПС фиксируется, высылается в эвакуатор, а параллельно диспетчер отслеживает дорожную обстановку. Картинка с десятков камер уличного видеонаблюдения также анализируется в этом центре. Новость о том, что теперь эвакуировать транспорт будут и по ночам, сотрудники восприняли спокойно. Центр и так работает круглосуточно. Кстати, это только в Сочи ночная эвакуация в новинку. Во многих городах это в порядке вещей. Об этом говорил первый заместитель главы города Мугдин Чермит на встрече с директором управления автомобильных дорог. Мы должны эвакуировать те автомобили, которые грубо попирают правила дорожного движения. Знаки-то у нас действуют в любое время суток. В любое время. Поэтому, если знак действует, скажем, по времени, это там должно быть размещено. Если знак действует круглосуточно, значит круглосуточно там остановка запрещена, либо стоянка. Поэтому мы должны теперь перейти на круглосуточный режим работы, чтобы навести порядок в этом вопросе. Думаю, что жители города должны отнестись с пониманием к этому вопросу, к тому, что это делается только для безопасности, во-первых, жителей города. Установленный на дорогах знак не имеет срока действия. Если парковка запрещена, то она запрещена и днем, и ночью. Оставленный на ночь на проезжей части транспорт мешает уборке дорог. Из заброшенных автомобилей не могут проехать машины экстренных служб. Один из ярких примеров – пожар на улице Цурюпы. Спецтехника потеряла драгоценное время, прорываясь через забитую машинами улицу. Сейчас там, на одном из участков, в порядке исключения, будет рассмотрен вопрос об установке знака, запрещающего парковку. В остальном же сочинские автовладельцы, оставляющие машины во дворах, пока могут спать спокойно. Кстати, в ближайшее время на курорте появятся новые парковочные места. Они должны стать альтернативой парковке на островках безопасности. Остановка в этих местах – не только нарушение правил дорожного движения. Это серьезная помеха другому транспорту. Там, естественно, везде сплошная полоса наблюдается. Это серьезно мешает обзору, то есть влияет на безопасность дорожного движения. Тем не менее, островки безопасности везде всегда загружены. Понятно, что не от хорошей жизни. Мы должны, прежде чем их закрыть, принять какие-то превентивные меры, мы должны рассказать о том, предложить места для парковок. Скажите, как вот ваше видение организации работы в этом направлении? Я предлагаю все-таки оградить бордюрным камнем и внутри сделать зеленую зону. Это лучший вариант, который мы рассматривали. Он самый эффективный вариант и по безопасности дорожного движения, и по всем остальным параметрам. Это эффективный вариант, но не окончательный. Как и чем закрыть доступ на островки безопасности, решат после обсуждения с представителями общественности на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ